Сегодня Радоница. Согласно церковным канонам, православные христиане делятся радостью воскресения Христа с родными и близкими, которые покинули этот мир. Еще этот день называют родительским. Традиционно тысячи челнинцев посещают кладбище, чтобы убраться на могилах и помянуть усопших. Как и было обещано, автобусы на кладбище с остановки Пединститут отправлялись каждые 15 минут и сразу по несколько машин. И все уходили заполненные до отказа, но на многих других городских остановках дела обстояли гораздо хуже. Целый час мы отстояли по Ленинскому проспекту. Попрошли к Срунбеке, ни одного автобуса, две газа не прошли полностью битком. Никакой организации, куда смотрит наш мэр и за что ему платят налоги, только хорошо, как говорит он, по телевизору. А для людей ничего не делается, даже в такой святой день. На наш редакционный телефон 59 90 90 в течение дня поступило немало звонков от возмущенных челнинцев, которые по полчаса и больше ждали на остановках обещанные городом автобусы. С некоторых маршрутов было выделено по 5 машин, но из-за заторов, образовавшихся на подъезде к кладбищу, интервал в 15-20 минут было выдержать непросто. Ежегодно в этот день на кладбище многолюдно тысячи людей посещают могилы родных, близких и знакомых. Надо почитать. Вот у нас вот все заброшены, вот эти вот заброшенные могилки, это мы каждый год приходим, мы сестенка, это моя сестенка Алифтина, мы с ней каждый год убираем. Лес вот этот вырубаем, сегодня тоже вырубили, столько унесли. Я говорю, дай бог здоровья нам было, чтобы кому убирать. Вот только куда девать весь этот мусор? Повсюду удручающая картина. Могилы усопших, а рядом горы сухой травы, венков, цветов. Многие из пришедших сегодня на кладбище жалуются, что контейнеров практически нет. Вот и приходится мусор сваливать на дорогу. Но и тут он лежит месяцами. Вот это забор, бетонный забор, очень много мусора, не вывозится, очень много мусора. Мусор это не единственная проблема городского кладбища. Здесь практически во всем отсутствует порядок, сетуют челнинцы. Захоронение производят на дорогах, нет табличек с номерами карт, Да и сами дороги одно название. Вся дорогу разбомбили два года тому назад. И никто не собирается делать ее. И ходим, и спотыкаемся. Вот бабушке, бабушке, разве она может с того конца дойти до этого туалета? Вот этих туалетов нет, но хотя бы в такой день могли бы эти туалеты, биотуалеты даже поставить. Туалеты, конечно, есть, но только у центрального входа на кладбище. Утром также наблюдались перебои и с водой. Сейчас кончилась вода в бочках. Вот люди идут на начало, в начало кладбища и несут сюда к ВЦ воду. Вот уже к ВЦ, там в бочке женщина пришла, говорит, там нет воды. Она сюда пришла, к этой бочке тоже нет воды. Они идут в самое начало. И обратно надо будет нести воду. Конечно, сегодня челнинцы пришли прежде всего для того, чтобы помянуть своих родных и близких. Но многие из них не могли удержаться и не высказать своего мнения о состоянии кладбища и организации работы. Ведь круглый год, картина здесь одна и та же. Дорог нет, указателей нет, зато есть мусор всегда.